всем привет сегодня я хочу сделать апдейт по экономической ситуации в канаде ставки кредитования напрямую связаны с экономикой конечно тем кто владеет недвижимостью или только собирается купить дом или квартиру будет интересно сколько же будут стоить кредиты в ближайшие годы и когда закончится кризис поэтому сегодня я хочу рассказать что думают по этому поводу ведущие экономисты страны давайте вернемся назад и посмотрим как начинался кризис и так из-за бездумного печатания денег во время пандемии с марта 21 года начала резко раскручиваться инфляция которая достигла своего пика в 8,1 процента к июню 22 года инфляция возникает когда спрос на товары превышает предложение то есть попросту денег у населения скопилось много а товаров и услуг на рынке недостаточно в итоге чего получается дисбаланс для стабильной канадской экономики такая инфляция не просто была аномальной но и угрожала обрушить всю финансовую систему страны вышедшую из-под контроля инфляцию надо было срочно обуздать и начиная с марта 22 года банк канады начал поднимать ставку кредитования которая на тот момент составляла четверть процента после 10 подъемов к июню 23 года ставка центрального банка канады достигла 5 процентов а межбанковская процентная ставка стала 7 и две десятые процента это серьезнейшим образом отразилось на тех у кого кредиты на недвижимость были взяты с плавающей процентной ставкой напрямую привязаны к межбанковской ставки кредитования кредиты вместо полутора двух процентов стали стоить около семи процентов но тем не менее сам платеж в основном не изменился в некоторых банках не вырос вообще а в некоторых вырос но незначительно вот только принципа это выплата самого кредита выплачивающийся каждый месяц и ранее составлявшие приблизительно 60 процентов отмеченного платежа просто испарилась то есть у владельцев недвижимости с плавающими ставками платеж сегодня состоит только из процентов банка а у некоторых платежа даже не хватает чтобы покрывать проценты а значит долг вместо того чтобы уменьшаться каждый месяц только растет на владельцев же морги же с фиксированной процентной ставкой поднятие ставок не отразилось вообще но надо понимать что контракт с банком как правило заключается от года до пяти а значит все больше и больше людей уже подошли или подходят к моменту перезаключения контракта после которого месячный платеж по кредиту очень сильно возрастет и с сегодняшней ставкой кредитования он может возрасти в два и более раз этот слайд показывает какие морги же на руках у населения сегодня и когда этой морги же подойдут к стадии перезаключения контракта с банком после чего будет изменение месячного платежа 22 23 годах обновилась 43 процента моргиджей в двадцать четвертом году к этому этапу подойдут более 60 процентов моргиджей а к концу 25 это уже 80 процентов ну а в двадцать шестом году обновятся сто процентов моргиджей если ставка останется на сегодняшнем уровне как вы думаете сколько процентов людей не смогут оплачивать выросшие платежи по кредитам так вот экономисты подсчитали что почти 40 процентов владельцев моргиджей в этом случае могут оказаться на грани дефолта а это уже очень серьезная угроза для канадской экономики в целом центральном банке канада это прекрасно понимают мониторит ситуацию готовы начать спускать ставки в ближайшее время чтобы избежать катастрофы кроме этого высокие ставки уже сделали свое дело во первых инфляция снизилась до 3 1 десятый процента в которых 1,7 процента это так называемый шелтер то есть платеж по кредитам и аренде и если бы сегодняшние кредиты стоили не 6 7 процентов а 3 4 то мы бы видели показатель инфляции приблизительно в 2 процента ведь это именно комфортный для канады показатель инфляции которому так стремится банк канады во вторых из-за высоких ставок кредитования экономика уже два квартала подряд показывает отрицательный рост уровень безработицы растет а значит ее надо стимулировать и это снижение ставок подведя итог всему сказанному получается что высокие ставки кредитования уже отработали свое и очень скоро мы увидим снижение ставок давайте посмотрим что прогнозируют экономисты ведущих канадских банков экономисты скоши банка считает что ставки начнут снижать уже в первом квартале двадцать четвертого года и прогнозируют снижение ставки кредитования в двадцать четвертом году до уровня в четыре процента а в двадцать пятом до уровня 3 и двадцать пять сотых экономисты теди банка считает что ставку начнут снижать в апреле двадцать четвертого года и что три с половиной процента мы увидим уже в ц следующего года а в двадцать пятом она будет 2%. А экономисты BMO банка прогнозируют начало снижения ставки с лета 2024 года. Они считают, что в 2024 году ставка упадет до 4,5%, а в 2025 будет 3%. То есть в среднем экономисты трех крупнейших канадских банков прогнозируют начало снижения ставок с середины весны следующего года и по их расчетам ставка должна упасть до 4% в 2024 году и до 2,5% в 2025 году. Я полностью согласен с таким прогнозом и уверен, что именно такой сценарий мы увидим в ближайшее время. В следующем видео я расскажу, как, на мой взгляд, все это повлияет на цены на недвижимость в ближайшие годы. До новых встреч на канале! Субтитры сделал DimaTorzok